Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Добро пожаловать. Это канал Настоящая Турция. Меня зовут Алина. Я сейчас вышла. У нас сегодня придут гости. Вышла купить какие-нибудь овощи, ой, овощи и фруктов. Здесь принято после кофе. Они едят. Ой, ой, фрукты, господи. И хотела вам показать на 5 секунд чисто, как проходит пятница в Турции. Так как пятница — это священный день у мусульман, большинство старается идти в мечеть. Я неоднократно снимала здесь видео, и вы помните, что не было такого количества машин. Видите? Огромное количество с той стороны. Это они все не в кафе приехали, не думайте. Это они все приехали в мечеть. Видите, какое огромное количество машин. И сейчас вы можете услышать, как с мечети слышно голос мужчины. Это имам. Он там что-то им рассказывает. Что там про семью? Ну, в общем, это не столь важно. Сама суть в том, что в пятницу большинство мусульман пытаются пойти в мечеть. Что касается женщин в пятницу, они стараются обзвонить всех знакомых, друзей и родственников, а также всем своим друзьям, соседям, родственникам, знакомым. А также в ватсапе ставят дуруму. Дуруму — это история. Ставят вот такие вот открытки с поздравлениями в пятницу. Ой, турки такие турки. Пошла в магазин, а говорю, дайте мне самый лучший арбуз. Он мне выбрал самый огромный арбуз. Ну, короче, там вышло 8 килограмм на 100 лир. Я такая, как взяла этот арбуз, меня там что-то не снесло. Вместе с этим арбузом. Он говорит, не-не-не-не-не, давайте мне какой-нибудь поменьше. Поэтому, короче, хотела мне втюхать арбуз без косточек за 20 лир килограмм. Что-то там такое. 15 раз. Я такая на него посмотрела. Нет, если бы я покупала для себя, я бы взяла. А так для гасиль облезут. В общем, вышло у меня 6 килограмм. 7, ну почти 7 килограмм на 37 лир. В общем, такие они уж интересные. Эти турки. Ой, ну, думаю, это не самые хитрые. Я говорю, не-не-не, давайте мне другое. Блин, такие вообще смешные. И вообще, я как-то без разницы с косточками, он без косточек, честно говоря. Очень часто в Турции, когда снимаются офисные помещения, делается ремонт. Ремонт делают под фирму, соответственно. И если этот офис находится на первом этаже, то перед ним тоже стараются навести красоту. Так и в этом случае. Смотрите, как красиво оформлены клумбы, деревья насажены. Раньше этого ничего не было. И немножечко о наших гостях. К нам пришла в гости мама невестки, несколько подруг сестры Османа, а также невестка с мамой, это получается жена нашего племянника. Она ранее приглашала нас на завтрак, мы ее пригласили на обед. Вот такой стол накрывают в Турции для таких посиделок. Очень часто женщины собираются, накрывают такие столы и сидят дома, разговаривают о жизни. Давно вам хотела показать мой любимый бутерброд, скажем так. Я бы не сказала, что это бутерброд, но это очень вкусно. Итак, для этого нам понадобится половина буханки хлеба. Видите, досточка у меня такая маленькая, хлеб намного больше. Почему-то в Турции не очень любят пользоваться досками. Так, значит, половинка нам нужна будет. Так как в Турции хлеб очень легкий, это не как наш хлеб. Понимаете, он такой легенький-легенький. По-моему, что-то у него 150 грамм. Вот, поэтому вы так не думайте, что я прям полбуханки хлеба съедаю за раз. И вообще, я такие бутерброды делаю очень редко, раз в неделю. Хлеб не очень много ем. Так, дальше нам понадобится лабны. Я уже вам его показывала. Делала я с ним торт. Так, мы его уже съели, кстати. Тонболы. Так. Так, здесь не обращайте внимания, у нас готовится йогурт. Через несколько часов мы поставим его в холодильник. Так, и здесь немножко огурцов и помидоров. Приступаем. Для начала нам нужно разделить этот хлеб напополам и потом еще раз напополам. Я уже разрезала хлеб. Сейчас беру лабны и буду использовать его как намазку на хлеб. Можно использовать также майонез, но я не любитель майонеза. Это в уж крайний случай, если нет лабны. Лабны это вот такой вот крем-сыр. Видите, он такой слегка соленоватый. Итак, я уже использовала лабны. Сейчас буду выкладывать овощи, а также открою рыбу. Кстати, рыба открывается с этой стороны. Очень интересно. Я уже выложила овощи. И сейчас на них сверху выложу рыбу. Овощей я использую не очень много, потому что они дают сок. И потом вот этот вот хлеб просто развлекает. И с него прям бежит этот сок. Ну, он не впитывает, в общем, этот хлеб ничего. Очень быстро размокает. И становится, знаете, такой, как мочалка. Такой уж турции хлеб. Итак, я уже выложила рыбу. На один бутерброд у меня ходит одна баночка. Я ни с кем не делюсь. Я ее очень люблю. В принципе, кроме меня ее никто не ест. Поэтому все шикарно. Все, закрываем наш бутербродик. И вот такая вот красота у нас получается. Смотрите. Ох, красота ляпота. Все, приятного мне аппетита. Сейчас я еду в центр на встречу со своей подругой. И по пути я увидела очень много домов, которые строятся. Я не особо в последнее время выезжаю в центр. Раньше мы жили в центре. Я как-то очень много там гуляла. И мне он надоел. Когда мы переехали в Аташихир, как-то здесь покрасивее все. И не так много строек. Перед тем, как сносить здание, сначала выезжают люди, забирают свою мебель. Потом рабочие выносят окна, двери. И потом сносится дом. На месте него строят новый красивый дом. У нас по улицам прям несколько домов подряд могут стоять пустыми. Видите, вот здесь получается пол улицы. Дом внутри пусто. Ну, соответственно, все выезжают. То есть это все будет сноситься. И это, знаете, с одной стороны, картина такая пугающая, что дома пустые, видите, без окон, без дверей. Но с другой стороны, я понимаю, что на этом месте скоро появятся красивые многоэтажки. И здесь, например, полмесяца назад здесь был дом, а сейчас его уже нет. Сейчас приехала в наш центр, у нас такая жара, у нас плюс 30. Я поражаюсь этим турчанкам. У них столько одежды на них. Как им не жарко, я тут помираю. А вот такие машинки у нас чистят улицы. Когда приезжал Эрдоган, они шли по две, по три вместе и чистили дороги. Мы очень долго с моей подругой выбирали место, куда же мы пойдем. И в результате выбрали панорамное кафе. С видом на Элязы. Очень красиво, очень миленько. Само кафе тоже очень красивое. Смотрите, интерьер интересный. И, кстати, в нем можно курить кальян. Мы кальян не курим, но запах кальяна мы очень любим. Мы вечно худеющие барышни. И, конечно же, мы пошли и заказали себе милкшейки. Очень мы их любим. И я еще заказала себе шоколадный фондан. Я перепробовала практически во всех кафе здесь шоколадные фонданы. И все они были внутри готовыми. И единственный фондан, с которого здесь выливался шоколад, это именно вот в этом месте. Я очень рада, что наконец-то нашла свой любимый шоколадный фондан. Итак, давайте рассмотрим интерьер поближе. Очень красивый и современный. Но больше всего меня радует, конечно же, этот вид. Смотрите, какие у нас горы. Видно мечети. Минареты. Очень красиво. Но, к сожалению, скоро это все снесут и построят новое. Хотя, может быть, даже и не к сожалению. Итак, наш день продолжается. Мы сходили с Адамом, попили, поели. Сейчас приехали наши мужчины. И сейчас мы опять идем есть. Как здесь не поправиться? Ну ничего, бывают такие дни. И пусть они бывают чаще. Не так ли? Приехали мы в один из самых наших любимых ресторанов Элязы. Мне очень нравится здесь терраса, а также кухня. Мы заказали искандер-кебаб для всех. Закуски, салаты, хлеб здесь дают бесплатно. Также мы еще платили отдельно за напитки. Вот такой у нас стол вышел. Вот так выглядит искандер-кебаб. Будете в Турции, обязательно попробуйте. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.